Йоу! Что? Йоу! Не понял. Йоу! Да что? А, понял. Йоу! Йоу! Яаааа! Йоу, бро, мне очень нужна энергия на эту ночь. Можешь подсказать что-нибудь из энергосов? Конечно могу, ведь именно для этого я и создал свою рубрику, которая называется Energy Test. Но сейчас... Хей, ребят! Всем привет! С вами я, Майк Вином, и это канал Пиксель. И это 132-й выпуск Energy Test. Погнали! И как я уже и сказал, сегодня у нас 132-й выпуск Energy Test, в котором мы проверим... Йоу! Energy Drink Tropical. Изготовлен данный энергетик в России на предприятии пивоварника Жерникова. К сожалению, больше никакой нейтральной информации нет, поэтому сразу переходим к самой рекламе. Мой дорогой зритель, если ты поддержишь канал Донатом, я буду тебе очень благодарен. Любая финансовая поддержка, это большой шаг в продвижении чего бы то ни было. В общем, в любом случае, это мне очень сильно поможет, ведь на любой практический выпуск мне приходится хоть как-то тратиться. Я надеюсь, что хотя бы как-то мой контент будет финансово возвращаться. Да и в любом случае, деньги с Донатов идут сюда только на улучшение качества контента. Всем спасибо, кто уделил мне столь короткое время внимания. А мы переходим к обзору. Начинаем, как всегда, с критерия рекламы. На сайте пивоварня кожевниква.ру имеется целая одна страница, посвященная энергетику. Несмотря на то, что у этой пивоварни имеется множество социальных сетей, ни в одной из них нету хотя бы одного поста, посвященного данному энергетику. Никакому из вкусов, хотя бы всего два. И с одной стороны, это и понятно, ведь это пивоварня и производит оно пиво. Энергетик для них это тот продукт, который просто есть и его в любом случае возьмут такие, как я. Но с другой стороны, хотя бы в социальных сетях можно было бы сделать парочку постов. Страница на сайте одна, а баллов за данные критерии два. То есть, две молнии из десяти за рекламу. Далее с вами поговорим про самый красивый тип критериев, это про дизайн. Множественная молниеносная атака, словно из какого-либо аниме, но настоящая молния тут лишь одна. А теперь говоря без пафосных слов. Интересный, пускай слегка непонятный логотип. Не менее интересный, небрежный шрифт. Для тропического вкуса выбран желтый цвет. Но объясните мне, почему я не могу сказать, что это хорошо? Почему так много пустого черного цвета? Почему шрифт, пускай я и сказал, что он интересный, но выглядит как гультяшная заставка нулевых? Есть как хорошее решение, так и открови на плохие. И оценка тут соответствующая. Пять молний из десяти за дизайн. Далее у нас идет критерий цена. Купил я этот энергетик в магазине светофор за 37 рублей за пластиковую бутылку объемом 980 миллилитров. В другом светофоре я видел этот же энергетик уже за 34 рубля. К сожалению, в интернете его нигде заказать нельзя, ценник я посмотреть не могу. В отзывах же пишут только про одну цену, которую я уже назвал 37 рублей. По всему ценовой диапазон определяется до ближайших круглых значений. А именно получается 30-40 рублей. Кстати, насчет объема и вообще критерий удобства. Имеется лишь один вид тары, и это пластиковая бутылка объемом 980 миллилитров. Никакого разнообразия ни в объеме, ни в самом виде тары. Да и предлагает нам здоровую бутылку, которую неудобно таскать с собой. А если на улице захотелось энергозико? У того же фаерокса светофора было хотя бы два вида тары. Здесь же только одна. Поэтому оценка две молнии из десяти за удобство. Далее поговорим с вами про состав. Итак, я читаю. Вода подготовлена, сахар, концентрированный мультифруктовый сок, регулятор кислотности, лимонная кислота и 3 натрий, цитрат, ароматизатор идентичный, натуральный, таурин, замутитель, консервант гензор, натрия, кофеин, сукровозы, витаминопреник, содержит именамины С, ВП, В3, В6, В1 и краситель, тартразин Е102. Углеводов 10 миллиграмм на 100 миллилитров, кофеина 15,1 грамм на 100 миллилитров, таурина 60 миллиграмм на 100 миллилитров и энергетическая ценность или калорийна 170 килоджор или 40 килокалорий в 100 миллилитров напитка. Итак, насчет состава скажу так. Я всегда говорил, что в таких вот бутылках почему-то кофеина таурина меньше. Но с другой стороны и объем больше, а кофеин таурина тут же указаны на 100 миллилитров, поэтому в среднем так оно на то и выходит, что у нас есть в обычных паурах все-таки. Как мы знаем, это только в математике так работает. Здесь же посмотрим, как оно будет сегодня на ночном действии. Но для начала те критерии, после которых нам придется открыть данный энергетик. Кстати, написано тут же, что напиток сильногазированный. Итак, напиток у нас в пластиковой бутылке, что если это окажется не так, то мы это берем условно, потому что в пластиковой бутылке долго ничего не хранится. Итак, о, даже пшип. По запаху это вот очень напоминает или как Верония, Active Natural Energy Drink со вкусом, который манго марокрует эти тропические фрукты, или Reactive Energy, который классический. Но, кстати, тут еще почему-то в запахе чувствуется такой натуральный запах арбуза, не ароматизатор арбуза, а именно вот... Не знаю, с чем это связано, но довольно интересное замечание. Стаканчик с трубочкой тут, свет, газированность. Свет насыщенно-желтый, как раз мне под куртку. Газированность, ну, условно, она еще тут чуть-чуть сохранилась, но я на всякий случай бутылку закрою. Увеличивался объем испарения жидкости, и в запахе пропал почему-то вот этот натуральный запах. Теперь это просто тропическая смесь. Итак, пробуем, начинаем, как всегда, с вкуса. Если в энергетике Reactive Energy Classic, кстати, я не знаю, этот выпуск уже вышел или нет, просто энергетикой в пластиковую бутылку я снимаю, мне очередь, поэтому, может быть, я сейчас вообще что-то говорю о том, о чем вы еще не слышали. Но если этот выпуск выходит после того, вернее, до того, то я говорю, что в том выпуске Reactive Energy был напиток с тропическим вкусом, у которого было такое аммиачное послевкусие. Здесь же после вкусе с гнильцой такой, причем это противно. Во-первых, это слишком сладко, хотя углеводов тут в среднем меньше, чем обычно кладут в напитки, которые люди считают сладкими. Здесь недостаточно кислоты, хотя когда я читал отзывы, наоборот, люди писали, что это слишком кисло, хотя, может быть, там было про ягодный вкус написано, не знаю. Но здесь это недостаточно кисло, это слишком сладко. В самом вкусе, конечно, узнаются тропические фрукты, и вот наступает вот это послевкусие, а, возможно, слово «гнилое» послевкусие слишком грубо звучит, скорее как фрукт, который уже перезрел. Он еще не гниет, но он уже такой мягкий, ты его не хочешь есть, хотя тебе говорят, что он как раз-таки самый вкусный, самый полезный. Ну, вот такое уже ощущение. И это, ну, мягко говоря, не очень вкусно. Но вот брать на вечер я бы такой не стал, потому что, ну, только испортите себе настроение. Только если вы не после ковида, до сих пор, ну, когда все вкусовые рецепторы меняются, или вы едите его прям с чем-то, хотя тогда водой проще запывать. Короче, это переслащенный, недостаточно кислый напиток с послевкусием перезрелых фруктов. В самом вкусе ощущаются терпические фрукты, но сладость это все сводит на нет. И, короче говоря, оценку эту энергетику за вкус я ставлю, пожалуй, 5 полный из 10, и мы ждем результат энергетичности. Итак, друзья, время подводить итог энергетичности, и начнем, наверное, с плюсов. Но результат не самый плохой. И теперь о минусах. С этим энергетиком я просидел чуть больше, чем до полуночи. И то я сидел уже... Во-первых, минус этого энергетика в том, что это большая бутылка, я сижу, я ее пытаюсь допить, я понимаю, что я ее допиваю, уже наступает почти полночь, а у меня одна мысль, я сейчас допью и хочу лечь спать. То есть бодростью этот энергетик никак не действует, но если вам нужна энергетичность, которая вас бодрит тем, что вам нужно бегать постоянно туда поссать, сходить, извиняюсь за мой французский, то такой энергетик, да, вполне сводим. Хоть 5 литров заверните. Поэтому нет. Из-за энергетичности максимум 2 молнии из 10. Говоря об итогах энергетика, я вам его ни в коем случае не рекомендую. Только в том случае, если кроме светофора, но ничего нет, и турбо там, например, нет, и никакого другого лимонада нет, и обычной воды нет, тогда только да, можно взять. Пускай вкусы не самые противные, хоть и мерзковатые, энергетичность вообще никакая, но я вам его ни в коем случае не рекомендую. Но, в принципе, на этом все. Если вам понравился обзор, то ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Не забывайте то, что первое сочек в описании будет ссылочка на донат. Всех обнял, приподнял. Всем удачи на встрече. Пока!